Вы знаете, у меня есть еще одно письмо. Там девочке нужен кукольный домик, я его сейчас опубликую. Вы как? Всего один звонок и желание ребенка исполнено. Совместно с добрыми волшебниками, которые есть в каждом городе, корреспондент Елена Бояршинова воплощает детские мечты в жизнь. Получив письмо, Лена публикует его на своей странице в соцсетях с хэштегом «Я рядом елка». Желающие помочь находятся сами. Страшно было по первости, потому что боялась, что если уже взял письма у детей, ты должен просто, да, ну ты обязан, потому что дети верят и дети ждут. Уже вот сейчас ближе к Новому году прилетело письмо из Телькубасского района. И день откликнулся человек из Астаны, некий Сергей, я его не знаю, никогда в жизни не видела, он просто взял номер моей карты и перечислил деньги. И человек, который продавал, эта девушка, когда она узнала, для чего это, что это за акция, для кого это кресло, вот они с мужем подарили еще и две игрушки. Просто сказали, передайте этой малышке от нас. Таким образом, в заветные подарки уже получили 19 детей из Шымкента. В предновогодней суете непременно поверят в сказку семь детей из одной семьи. Все они написали письма Деду Морозу, и он откликнулся. Точнее, не он один. Давайте устроим детишкам праздник по мере своей возможности. В качестве волшебников выступили городские бизнесмены, журналисты и даже официальные лица. Причем встретиться с одним из них в письме попросила волшебника 11-летняя девочка. Она мечтала о наборе полицейского и личной встречи. А в канун Нового года, как известно, все сбывается. В пакетах все, о чем мечтали малыши и подростки из семьи Сапарбай. Родители осуществить мечты детей не могли, ведь денег порой едва хватает на еду. Для самого младшего привезли мяч, для девочки – куклу, для 15-летнего у разгали – велосипед, о котором он мечтал два года и тщетно копил деньги, работая осенью на полях. Деду Морозу не писал только старший, но и для 17-летнего Мухаммед Али приготовили подарок. Каждый год пишут письма, но только в этом году, к сожалению, были подарки такие незначительные, только в этом году наши письма дошли наконец до Деда Мороза. Я вообще в восторге от того, что посторонние люди сделали такие подарки, конечно, значительные подарки, что мои дети рады. Семья Сапарбаев, в которой семь детей, живут в крохотном съемном домике. Игрушек у детей почти нет, а такие дорогие подарки родители позволить себе не могут. Вот. Летом вся семья трудится на огороде, за счет него и питаются. Зимой приходится перебиваться на скромную зарплату мамы секретаря и папы разнорабочего. Сегодняшние тяжелые времена, когда тяжело с работы или что-то. Когда с тобой кто-то делится, а когда именно делятся с твоими детьми, несут им в твой дом кто-то радость. Но мы это делаем не ради похвалы, а именно для того, чтобы увидеть детские радостные лица. Вот и все. А это за какие деньги не купишь. Последовать своему примеру гаража не призывают и остальных, ведь под Новый год детские мечты должны сбываться. К слову, акция «Я рядом» действует весь год. Все, что для этого нужно – рассказать свою историю в социальных сетях и разместить ее под хэштегом. А «Добрый волшебник» обязательно найдется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова